Тренажёр Тренажёр — независимая грибная тяга сверху. Целевые мышцы для данного тренажёра, широчайшие мышцы спины, также включаются в работу ромбовидной и средней нижней трапециевидной мышцы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Обратите внимание, что траектория движения рукояти отклонена вверх. Благодаря этому упражнение начинается из положения, в котором широчайшие мышцы спины хорошо растянуты. В начальном положении рукояти находятся близко к друг другу, а в конечном расположены широко. Это называется расходящейся траекторией движения. Это не только более естественное движение, оно также помогает нам сконцентрировать нагрузку на целевых мышцах спины. В названии я также произнёс слово «независимый». Это значит, что у тренажёра правой и левой рукояти независимы друг от друга. У них две точки нагружения, на которые надеваются диски, и движение одной рукояти не зависит от движения другой. Таким образом, вы можете выполнять упражнения двумя руками одновременно, только одной рукой или двумя руками по очереди, а также использовать неравномерную нагрузку. В каких случаях в реальной жизни нам может потребоваться такое движение? Например, если нужно подтянуться на перекладине, или в спорте это движение, когда вы тянете соперника вниз. То, что рукояти тренажёра независимо, даёт нам возможность тренировать не только широчайшие и ромбовидные мышцы, но также использовать упражнения на одну руку, в которых укрепляются важнейшие мышцы, которые отвечают за стабилизацию позвоночника, а также за вращение корпуса. Приступаем к упражнению. Если вы планируете использовать равномерную нагрузку справа и слева, проверьте, чтобы вес на обеих сторонах был одинаковым. Следующее — высота сидения. Нужно поставить его на такую высоту, чтобы в нижнем положении рукояти локоть опускался до уровня середины груди. Опора для бёдер должна быть выше уровня сидения. Проверьте, чтобы сидение было надёжно зафиксировано. Возьмитесь за рукояти хватом над головой, садитесь, а затем коленями приподнимите опору, для того, чтобы она опустилась вниз и надёжно зафиксировала положение бёдер. Итак, мы готовы. Не опускайте подбородок, грудь высоко, пресс напряжён. Опускаем плечи, сводим лопатки и одновременно тянем локти вниз до положения по бокам от корпуса, а затем плавно возвращаемся в начальное положение. Растягиваем широчайшие спины, лопатки следуют вниз и друг к другу, а локти идут вниз до положения по бокам от корпуса. Затем плавно возвращаемся в начальное положение. Мы помним, что рукояти тренажера движутся независимо, поэтому существует несколько методик использования Мы выполняли упражнения двумя руками одновременно, но мы также можем выполнять это упражнение и одной рукой Техника использования одной руки такова Оторвите вес от опоры, не опускайте подбородок, грудь высоко, пресс напряжен Поместите одну руку на живот, она будет напоминать вам, что во время упражнения пресс не нужно расслаблять Также, начиная с положения с растянутой широчайшей, начинаем движение с опускания плеча и сведения лопаток Тянем локоть вниз до положения сбоку от корпуса и плавно возвращаем начальное положение Это помогает развивать мышцы-стабилизаторы позвоночника, а также мышцы, участвующие во вращении корпуса Две независимые рукояти позволяют также использовать поочередное движение Все точно так же, не опускаем подбородок, грудь высоко, пресс напряжен Выполняем упражнения сначала одной рукой, а затем другой Таким образом, мы поочередно включаем в работу мышцы-стабилизаторы правой и левой стороны А также поочередно задействуем мышцы-вращатели корпуса, участвующие в силовых тяговых движениях В реальной жизни мы часто резко меняем направление движения, и этот тренажер поможет вам подготовиться Некоторые часто встречающиеся ошибки при выполнении этого упражнения Часто люди забывают работать спиной Движение выполняется одними бицепсами, мы часто делаем так в повседневной жизни, а плечи не опускаются Это хорошо заметно по жестким, выведенным вперед плечам Именно поэтому при обучении мы всегда повторяем Движение начинается с опускания плеч и сведения лопаток, и только потом локти опускаются вниз Вторая ошибка Обращайте внимание, что во время тяги рукояти нельзя переразгибать спину Старайтесь сохранять нейтральное положение спины И последнее, при использовании одной руки или поочередного движения рук Внимательно следите за симметричным положением корпуса Не заваливайте корпус вперед и к рукояти, или назад и от рукояти Стабилизируйте корпус за счет работы мышц, а не смещения тела Если вы хотите, чтобы ваша программа была сбалансированной, рекомендуем также включить в нее независимый жим наверх груди «Хаммерстренд» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok